В преддверии 2024 года, где мы будем проводить Игры будущего, сегодня это тестовый режим, и я хотел бы пожелать участникам, ну и зрителям эмоций, все, что делается, оно делается на перспективу, и те циклы, которые называют, насколько это увлекательно и востребовано. Поэтому большое спасибо, что руководство страны доверило Татарстану готовиться к этим играм. В Казани дан старт первым фиджитал-играм. Это международный турнир, сочетающий киперспортивные дисциплины со спортивными соревнованиями. Помимо российских атлетов, участие принимают команды из Бразилии, баскетбольные из Беларуси, в гонке дронов будут участвовать коллективы из Турции и Болгарии. С 21 по 23 сентября 2022 года пройдет тестовый вариант игр, по итогу которого будут выявлены все недочеты. На сегодняшний день у организаторов есть большие планы по реализации проекта, но самая главная цель, позволяющая стремительно развиваться, это получение опыта и выявление ошибок. Тестовые соревнования, они должны быть тестовыми соревнованиями, там должны быть ошибки. Там должна быть после этого работа над ошибками. Это нормальная ситуация, они на это и тестовые. Поэтому мы на эти тестовые мероприятия билеты не продаем, мы их раздаем. Приглашаем всех и готовы ко всем открытым комментариям, конструктивным комментариям, чтобы нам указывали на эти ошибки. Самое главное для нас это тестирование картинки. Это не то, что происходит на площадке, а то, что происходит в кадре. В турнире по фиджитал-футболу выступили четыре команды. Фейк-футбол во главе с капитаном популярного клуба медиалиги «Ту Дротс» Эдамасом Скляром встретился с Тама Джунта из Бразилии, а Нью Рашен с локомотивом. На первом этапе в футбольном симуляторе команды соревнуются по правилам интерактивного футбола в режиме «Вольта мини-футбол». Между ними проводится один матч. В каждом тайме участвуют по два спортсмена от команды. На втором этапе в физической части матча соревнования проходят по правилам мини-футбола. От каждой команды на площадке находятся по пять игроков, два в замене. Победитель определяется по сумме забитых мячей на обоих этапах. В случае равенства забитых и пропущенных мячей победитель определяется по серии после матчевых ударов в шестиметровой отметке. Когда поступило предложение, я предложил ребятам. Для них это интересная возможность, во-первых, участвовать в новом формате, в котором они любят и киберфутбол, и футзал. Для них это отличная возможность проявить себя и там, и там. Плюс также побывать в Казани. Мы играем два на два, то есть каждый играет не один, а с партнером. Поэтому здесь есть, конечно, должно быть понимание. Мы сейчас прорабатываем варианты, кто с кем лучше взаимодействует. В этом, да, есть подготовка. Но если так прям глобально брать какие-то сборы, то, конечно же, нет. Одной из ведущих сил любого мероприятия является зритель. На сегодняшний день площадка Фиджитал Игр вмещает в себя до 400 человек. Каждая из них в предвкушении чего-то нового и неизвестного. Мы на данное мероприятие приехали с классом. Нам об этом рассказали учителя. И мы многое слышали о этих играх. Мы не знаем, конечно, что тут будет, но очень бы хотелось узнать. Призовой фонд игр составит 6 миллионов рублей. В рамках Фиджитал Игр проходит соревнование в четырех дисциплинах. Фиджитал Футбол, Фиджитал Баскетбол, Битсейбер и Гонки Дронов. Ивент продлится до 23 сентября в Казань-Экспо. Транслироваться Фиджитал Игры будут эксклюзивно на площадках ВК, ВК Плей и ВКонтакте. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс.